всем привет ребята с вами лего но что на ваших экранах новая выживал очка impact winter вышла уже сегодня я решил записать поделиться с вами что это за игра и стоит ли вообще покупать вообще я не читал описание не читал про игру абсолютно ничего так как я не очень люблю это делать потому что я люблю чисто играть когда как бы ты читаешь об игре там говорят одно а когда ты играешь в игру там совершенно другое я увидел очень много негативных отзывов об этой игре редко бывают игры с выживанием с негативными отзывами но она в общем-то негативные отзывы из из чего построена из того что про игру как бы немного забили в плане багов то есть в игре есть баги я так понимаю из этого люди бомбят то есть там инвентарь и проблемы с инвентарем проблемы еще с чем-то нету мышки но это ладно это уже сама игра такая ну ладно поехали я надеюсь что у нас таких проблем не будет а если будет тогда придется придется ждать заплатки у нас день 1 в правом верхнем углу идет время уже час дня минут по погоде у нас 0 было только что минус 1 это радует сто процентов батарейка и мы можем покинуть спальную зону играем за какого-то мужчину бородатого в капюшоне нажимаем escape здесь написано что время спасения 29 дней мы скорее всего должны выжить 29 дней 22 часа выжата товарищи 4 смететь джейкоба 0 и вот мы потихоньку будем как я понимаю выживать управление у нас простое w sd это перемещение прицел shift вот это я не совсем на самом деле понял как можно прицеливаться при помощи шифта и стрелять при помощи спейса это очень интересно но мы посмотрим и всякие примочки расположены на стрелочках вверх вниз влево и вправо вверх это ультразвуковое сканирование влево это свет визор вниз это термобур термобур интересный режим дистанционного управления эта кнопка вправо буква f вообще непонятно что делает control назад е это действие меню а коллайт этот tab меню а коллайт пока мне недоступно но все тогда побежали примерно я запомнил управление знаете перемещение такой как в президент и в старых версиях что это что это там пролетело поговорите с кристофом но он скорее всего там и был кристоф который убежал я сейчас хочу побегать посмотреть вообще стилистика игры очень классная вот реально антураж как бы камера где-то потерялась в двухтысячных годах но не страшно все-таки это ближе к инди проекту поговорить с кристофом ну давайте разговаривать смотри джейкоб похоже а коллайт поймал какой-то сигнал а вот что такое коллайт а коллайт мы как раз таки можем вызывать при помощи таба то есть это летающая какая-то машина паукообразная вообще скорее всего играть в эту игру будет приятнее на джойстике чем на клавиатуре как слышно бд-750 это спасатели мы пытаемся ваше местоположение слабый сигнал повторяю сигнал ну понятно сигнал смотрите у нас есть получается четверо выживших и мы вот они сейчас все в сборе помощь прибудет через 30 дней не понимаю кристоф ты говорил в эфире мертва очень странно блин у нас есть и вот кристоф похоже тот кто послал это сообщение пытался определить источник сигнала а коллайта стоит проверить оставь это дело мне импакт винтер а коллайт ваш робопомощник перехватил таинственную радиопередачу найдя заброшенную церковь вы решаете украсть укрыться в ней и ждать спасателей помощь прибудет через 30 дней благополучие клинов канан команды крайне важно для выживания поддерживать их боевой дух и здоровье на высоком уровне и их умения не раз пригодятся в трудную минуту ну понятно то есть каждый чувак здесь умеет что-то сделать поэтому столь важно с каждым общаться и с каждым разговаривать венди понятия не имею о чем это сообщение джейкоб не дружу я с техникой увы вот с готовкой я дружу ага венди у нас повариха и те припасы что ты вчера нашел нам отлично сгодятся у меня есть пара рецептов но мне тебе что больше нравится смотрите в венди есть получается так 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 перемещение перемещение пока вообще не примачивать выбрать действия ага вот она может делать либо омлет но так список создания яичный порошок соль и перец осталось 48 минут принципе понятно смотрите вообще она тоже может замерзать она может уставать у нее есть настроение не есть голод у нее есть жажда у нашей венди и видны йох и пешки моргает левом верхнем углу сердечко смотрите теперь мы смотрим что по омлету омлет в принципе простой рецепт никаких излишнест но сражает наповал сюда нужно яичный порошок соль перец рис консервные бобы сухие травы хорошо мы можем допустим изготовить омлет дождитесь конца готовки вот она пошла сейчас скорее всего собирать продукты здесь у нас кухня очень все грамотно и классно выглядит смотрите она как раз таки готовит 48 минут интересно общее состояние посмотреть не могу табом вызвать своего робота я тоже не могу интересная на самом деле задумка поговорить с венди не вопрос еда готова джейкоб это был замечательный выбор поразительно как пара простых ингредиентов можно превратить в такую вкуснятина верно теперь хорошо бы раздать еду мы же не хотим никого оставить голодными да не хотим посетите место распределения рационов типа мы сейчас все сядем каждому офигеть потом каждому нужно будет наверное выделять какое-то количество пищи здесь мы присаживаемся рационы система рационов позволяет дозировать выдачу продуктов членом команды как же сложно это поможет вам не только во время подготовки к вылазкам возможность распределить ресурсы перед походом сложно переоценить кроме того покидающий церковь персонажа будут брать рацион из собой кстати мы живем церкви чтобы поддерживать свои показатели норме до самого его возвращения на левой панели можно перебрать цикл всех членов команды да я понял выбрать член команды добавьте еду и питье слоты для рациона когда рацион выбран напротив пока ну понятно если вы выбрали какой-то рацион у вас показывается что плюс 30 или плюс 40 так допустим я хочу рт так вот здесь я могу получается очистить я понял я только не понимаю как лт и рт кристофа поменять видите лт и рт так надо надо как-то понять какая-то должна быть к ну а вот это shift это shift все изи это shift смотрите у ее и только нельзя зажимать shift наш вылетела в рабочий стол блэйн венди короче да ё-моё надо поменять кнопку срочно потому что на shift это не варик а нельзя кнопки менять прикольно а тут даже про shift ничего не написано нажат назад control shift тоже ну-ка если я буду контролом это назад все понятно так в энди по идее они все не голодные поэтому смысла я не вижу что давать ну ладно я выделю им рационы каждому по одной тогда получается по одной тебе по одной тебе по одной тебе и одну тебе каждому по омлетику мы дали поговорите с венди в энди у нас бабулька что с ней не так замечательная работа приятно знать что сегодня мы все будем сыты надо бы распределить рационы чтобы знать что всем хватит еды и питья кстати взгляни на сам список рационов некоторые из ваших спутников любят что-то конкретное если выдавать людям любимые блюда можно повысить боевой дух ах да тебе стоит поговорить с блэйном кажется он что-то от тебя хотел и помни жейкоб если захочешь приготовить какой-нибудь рецепт обращайся ко мне понял это бабуся у нас отвечает за еду а блэйн у нас за что отвечает блэйн отвечает скорее всего за крафт чего-то слушай парень знают этот командир но может мы тоже чем-нибудь будем полезны давай поговорим о распределении ролей про мытье-обритье не переживай сами разберемся но людям стоит обязанности назначить пусть каждый что-то нужное делает тогда есть время а потом со временем наверняка новые дела появятся прикольно давайте офигеть роли назначаются членом команды и позволяет контролировать перечень их обязанностей этот список позволяет выбрать любую доступную роль серые пункты пока недоступны за и против во время сна возрастает боевой дух во время сна или вас она в во время сна силы восстанавливаются медленнее прикольно тут есть список роли типа какой он может быть дипломат охотник там повар чистильщик разведчик и вы читаете каждые плюсы на это жесть это добудешь sony до мудрочно ладно умаялся я этот тент мастерить пойду сдремну с у него себе в инвентарь и перекусить заодно возьми посетить склад поехали посмотрим что у нас есть на складике на складике у нас есть что у нас есть этот склад церкви здесь складывается все имущества команды и найденные и созданные предметы со склада могут использоваться для улучшений при необходимости члена команды автоматически использует нужные ресурсы к примеру еду и питье давай посмотрим что есть список слева отображает все содержимое склада используйте категории чтобы быстрее найти необходимое это инвентарь акулайт поместите сюда предметы которые пригодятся во время вылазок и его моё здесь отображается информация выделенном предмете вы приказу понятно это все понял так ага я могу типа палатку с собой взять консервные бобы и сухие травы ножку стула ножку стул для чего для этого ведь бег ухудшается так шурупы дранка дождите это палатку наверно возьму добавьте на тверь палатку и съешьте что-нибудь так выбираем палатку переместить консервные бобы можно сразу съесть или нет вот съедаем поговорить с блэйном офигеть мы сейчас где-то будем жить и типа палатку ставить ну типа на улице то что я прям чувствую ага красавчик залег я прям чувствую что очень холодно будет минус 2 градусов церкви вы понимаете он спит в минус 2 это тяжело не видишь я отдыхаю все эти снасти палатки силки утром про них поговорим а сколько время время пол седьмого дай поспать старику сходил лучше кристофу расспроси чего у него за работой такой чего он полезного умеет так этот умеет спать бабуся у нас умеет готовить что же у нас умеет делать кристоф кристоф скажи пожалуйста чем ты будешь нам полезен и джейка под личные новости мне удалось перенастроить модулятор сигналов в акулайте и расшифровать сообщение пришлось повозиться в биосе отключить автозагрузку команд и откатиться на базовые драйвера я понял он чисто будет нашим хакером или программистом который чисто занимается акулайтом джейкоб классная картинка кстати у джейкоба но не суть такая музыка еще на фоне играет костер так шумит ну прям атмосферненько криповинка но не суть важно что кто-то пытается определить наши координаты не знаю кто но с такой погодой даже хороший пеленгатор не сможет точно защищать координату акулайт и подавно по радио что-то говорили про 30 дней верно за 30 дней сигнал можно изучить и отсечь все помехи и тогда кто знает что будет время до спасения 30 дней как думаешь есть способ усилить сигнал акулайта чтобы наши чтобы нас нашли быстрее ждать целый месяц в одном месте будет нелегко уже работаю над этим джейкоб в околайте есть протокол глубокого обучения очень продвинутая система она позволяет ему учиться на своих ошибках и набираться опыта во время работы я настроил ее на оптимизацию сигнала бедствия вы получаете очки о с о с при выполнении разных действий от исследования окрестностей и поиска объектов до создания предметов и помощи незнакомством с повышением уровня время уменьшается офигеть текущее время до спасения можно увидеть в меню здесь же отображаются жизненные показатели джейкоба текущий уровень и количество о с прикольно то есть и говоришь чем больше мы с ним найдем и сделаем тем быстрее прибудет помощь и немножко странно да сделано прикольно время то у нас идет настоящий правом верхнем углу а спасение до конца дня нифига не настоящий то есть нужно больше исследовать больше ходить больше узнавать как насчет небольшого теста не мог бы ты отнести эти инструменты мэгги она вчера забыла их на складе новое событие кристоф нашел на складе инструменты мэгги попросил вас вернуть их ей чтобы продемонстрировать способности околайта к обучению давай попробуем так давай найдем мэгги и отдадим ей инструменты дождите она она кузнец что ли или она торговец что-то не понимаю кто она джейкоб это мои инструменты ну давай отдадим вы вернули инструменты мэгги получили первые очки спасения очки спасения понял ну что кристоф я выполнил твою просьбу а они греются сидят этот робот действительно неплох выполняли бы задачу околайт будет зарабатывать очки спасения заработать достаточно очков для нового уровня и время до прихода помощи сократится кажется мэгги тебя зовет джейкоб дай знать если понадобится помощь настройка околайта у меня есть пара дней пару идей по улучшению функционала вообще сейчас похоже как бы тренировка прям такая незамысловатая типа к чё куда бегать чё куда относить принципе становится понятно и джейкоб интересные вещи говорят об этом роботе что же сообщение он поймал ах да спасибо что нашел мои инструменты совсем про них забыла значит пора чинить лестницу чтобы ты смог попасть наружу да еще у меня осталось немного обрезков от кровати есть чем лестницу починить и еще останется можешь взять немного на растопку подбрось побольше в огонь а то холодает лоль получается у нас еще мы офигеть мы должны подкладывать топливо в огонь иначе gg ножка стула у огня находится кухня где можно готовить еду это мы поняли фига я там на подкидывал ну и все все закинул 24 часа получилось лучше бы я последнюю не кидал но это была тренировка то есть я последнюю древесинку закинул а там всего лишь чуть-чуть не хватало и как бы мы просрали древесинку а полоску всего лишь маленькую часть забили вот теперь другое дело здесь довольно уютно когда тепло так ведь не забывай подбрасывать топлива не то снова замерзнем кстати насчет ремонта откроем меню персонажем меги меню нпc позволяет видеть показатели членов команды давать им указания а но типа роли и общий уровень здоровья энергия температура сытье питье боевой дух хотя члены команды действуют самостоятельно исходя из собственных потребностей вы можете давать им указания последует ли они вашему приказу зависит от их текущих показателей задания ну-ка создание ремонт лестнице офигеть то есть если ей все понравилось если все хорошо она пойдет допустим ремонтирует лестницу вчерашняя буря сломала лестницу в церкви теперь жейком не может выйти наружу починка лестнице снова откроет доступ пустоши похоже с лестнице придется повозиться тебе лучше поспать все равно не скоро закончу чувствую завтра будет долгий день ложимся спать блин а игрушка то на самом деле интересное вот у нас здесь кстати койки почему-то мы спим здесь а здесь холодновато ведь ну что джейкоб ну что ребят не забывайте ставить лайки если вам нравится смотреть различные прохождения я знаю такие люди у нас на канале есть пожалуйста зовите ваших друзей и ставьте лайки я думаю мы наберем тысячу лайков и я буду чаще выпускать ролики именно ролики они стримы ваши приключения начинаются в игре impact winter вам придется объединиться с другими людьми создать команду у каждого из ваших спутников есть собственный путь который позволит вам изучить ценные навыки получить особые награды изучите каждый из этих путей чтобы выбрать вашу стратегию выживания обалденно 13 градусов это чё минусы что ли или плюс а спасибо тебе за все труды джейкоб теперь у нас на складе полно им полно еды так ничего сразу отправляемся в путь тогда она же лестницу сделала почему бы и нет нам сказали что наша игра начинается выходим из церкви исследуйте пустошь высматривайте забытых на их телах можно найти редкие предметы которые дадут больше бонусов очков спасения если принести их в церковь в смысле забытых это они имеют ввиду мертвых что ли немного я не понял как-то как-то страшно звучит до загрузка надеюсь не повисло на этом игрушка у нас закончится как я понимаю да интересно все таки у нас инди проект инди игра я чувствую мы наигрались да потому что загрузка крутилась крутилась крутил а нет фух а я уже были ну хотел обидеться церковь одеваем костюм у нас полный снега за мной летает импакт мини импакта так следите за уровнем батареи околайта радар помогает ориентироваться в окружении запоминает уже открытые места офигеть это то что находится посередине церкви так джейкоб мини инвентаря здесь отображаются показатели здесь показаны предметы в рюкзаке переместить установить выбросить не надо не надо так еще акулайт меню функции околайта его можно прокачивать что здесь можно видеть статус улучшения каждого компонента радар всегда обнаруживает к нифига себе прокачки можно мутить хорошо команда меню команды позволяет ознакомиться с показателями членов команды из текущего занятия умения как же здесь намутили игру то джейкоб меню джейкоба но понятно что мы здесь выживаем у нас сколько топлива в церкви осталось и нужно постоянно таскать ее мои его сильно на самом деле или сильно так выходим из поехали дождите акулайт 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 поехали куда-нибудь сюда я так понимаю я могу ветки набирать да нет могу обидно а мы правильно идем смотрите мы прямо идем очень правильно чуть левее посмотрим вот это что такое то можно подбирать так аку садится как если что ну будет как-то подсвечиваться то что я нашел или нет а то это будет нет действия и иди действия если он не взял значит не взял значит так а я могу использовать сканирование у акулайт иметь сценар если его включить то он начнет посылать на пустошь сигналы поисках закопанных предметов ищите информацию который поможет вам выбрать место будущих раскопок сонар можно улучшать получая новые инструменты более подробно это описано списке улучшения акулайта следите за электропитанием акулайта ига он дал типа где копать или чего а влево а это свет нам не нужен свет зачем нам свет у нас и сейчас от церкви уйдем куда-то и gg будет офигеть опа на можем на изи помереть в этом страшном мире и все закончится мне как-то там перейти надо зря я туда пошел просто зря свет мы включать не будем почему-то батарейка то заканчивается церкви далековато уж о машина машина и причем скорая помощь что ли или что меню и найдено мир полон полезных вещей с помощью этого меню вы сможете выбрать что из них стоит взять с собой а что оставить эта область показывает тип обыскиваемого предмета отслеживание поможет вам не забыть какие предметы нужно вам больше всего когда вы найдете необходимый для выбранного улучшения предмет рядом с ним появится соответствующий значок если у вас уже достаточно предметов этого типа то значок будет зеленым понял вот это классно сделали в инвентаре скорее всего может быть не быть места но мы пока перемещаем лично контрол выйти блин супер пока просто супер подожди а это я понял это энерго энерго станция типа автомобиля энергостанций что ли что-то типа такого наверно ладно снега она мне зачем-то подсветила типа электричеством на карте ведь в правом верхнем углу типа велика з чистого зачем я пока не понял ладно идем дальше это у нас по джейкоба он вообще нормально себя чувствует джейкоб себя нормальность что это общихся команда нормальный короче так а как у нас чувствует дом 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 Я забыл, как смотреть дом. Топливо еще на 21 час. Вообще на ези. То есть они без меня подтапливать не смогут. Это очень обидно на самом деле. Поэтому мы дальше проходим в глушь. О, падающая антенна. Еще один автомобиль. РЛС-ки упали. Интересно, что мы сможем найти? Офигенная отвертка. При помощи отвертки мы, наверное, сможем что-то взламывать, что-то открывать и так далее. А я могу просто нечаянно взять и вот туда упасть или еще что-то. Я могу. Это интересно. А я могу по этой РЛС-ки подняться? Нет, не могу. А я под ней могу пройти куда-то дальше? Отлично. Это просто упала линия. Ничего особого. Что у нас по карте? По карте нормально. Идем. Еще будут пункты. Мне больше всего нравится, что время 3 часа дня и нужно не забыть, когда будет ночь и срочно ночью уходить. И нужно, главное, не замерзнуть. И батарейка у нас потихоньку уменьшается. То есть из-за того, что он летает, естественно, понятное дело, оффкорси, за это тратится батарея. Итак, у нас трасса. Здесь что-то случилось. Автобус перелетел. Здесь развилка. Просто все засыпано снегом. Очень ужасное на самом деле явление. Автобус. Возможно, в автобусе можно будет как-то... Нет, автобус не юзабельный. Скорее всего, машины юзабельные. Посмотрим по карте. Ага, нет, нужно чуть выше. Сейчас посмотрим, что по машинам. По машинам отлично. Итак, перемещаем. Свечи зажигания. Потом это что у нас? Канистра маленькая и GPS-навигатор. Хорошо, у нас потихой кончаются места. Эту машину нельзя. Эту машину нельзя. А нет, можно, можно, можно. Перемещаем, перемещаем. Всякого говна набрал на самом деле. Я пока не понимаю, что это и для чего это. Но нам ведь потихо нужно находить пищу, ребята. Как же мы без пищи? Смотрите, это что такое? Гостиница Sunny Inn. Снежная пещера. Открыта новая местность. А если я ее еще и так вот сделаю? Так, Sunny Inn. И что, я могу туда просто пойти? Я в гостинице Sunny Inn отель. Открыта новость. Уровень 100. Нифига себе. Подождите, ну давайте-ка мы сюда придем обязательно. Мы пока походим вокруг. Там замерзший человек на крыше этого отеля. Мы обязательно должны сходить туда. Что это за сугробики? Почему я туда не пошел? Потому что у меня инвентарь. Уже видите. Он как бы уже практически полон. Я думаю, мы еще походим по окрестностям. И потом сразу же отправимся в этот отель. Есть у нас тут еще что-то? Дальше еще что-то будет. Пока на дальняк не будем уходить. Потому что нужно освоиться. Посмотреть, что у нас находится рядом с нашим домом. вообще понять как бы и потом уже, наверное, делать вылазку в этот отель. Пойдем дальше. Ааа, я сейчас иду в сторону церкви. Скорее всего. Сейчас по дороге нужно долутаться. Погода переменилась. У нас сейчас идет снег и мы можем злобудиться. Это очень плохо. Видимость очень маленькая, ужасная. Можно спокойно упасть где-то. Я ничего не вижу. Буран, быстрее нужно идти в церковь. Заломиться и хотя бы принести то, что мы насобирали. Я думаю, что жадничать здесь ни в коем случае нельзя. Потому что это игра про выживание. И тут ты не знаешь, что тебя может ждать дальше. Поэтому аптечка тебя может ждать дальше. Вот оно! Вот она пришла весна. И автомобиль тоже. Ох ты ж, ё-моё! Больше не хватает места. Мы еще сюда придем, ребята, обязательно. Это автомобиль с едой. Вот замерз. Бонус счастья. Блейн удерживает боевой дух. Вышли в течение очень длительного времени. Отлично. Это рили радует. Так, мы можем сюда вернуться и забрать мясо, в принципе. Сюда мы не пройдем уже. Сейчас дойдем до церкви. Ааа, еще один автомобиль! С мясом, да? Или с какими-то, может быть, овощами. Что это? Канистра большая. Мы не можем ее переместить. Так как у нас нету места. Хорошо. Здесь осталась большая канистра. И остались куски мяса. Ладно. Двигаемся дальше. Ой-ой-ой-ой-ой. Минус 15 на самом деле на барабане. Опять ничего не вижу. Пойдем-ка мы уже домой. Потому что рили ничего не видно. Так, так, так. Ааа, там какой-то человек. Видели, да, с маской или как он? Наверное, нам нужно стоит поспать. Поспать, принести то. И время уже, видите, темнеет. Мы, в принципе, неплохую сделали высадку, на самом деле, я считаю. Поэтому идем в церковь. Сейчас скажем ребяткам, что вот, смотрите. Куски мяса, тролливали. Они, наверное, обрадуются, на самом деле. Так. Создание, Мэгги. Водяной фильтр. Деревя... Подожди. Водяной фильтр позволяет, позволяет. Железное ведро. Вот у нас только доска есть. У нас есть доски. Вот. База-чет гвозди. Офигеть. Много надо, много надо. Так. Что у нас по ролям? Только Соня может быть, да? Нет, Соня, что-то я не хочу, чтобы ты была Соней. На склад закидываем все тогда. Смотрите, я мог бы ночевать в палатке. Нифига себе. Так, подождите. А почему я не могу, допустим... Ой, палатка. Ну ладно. Это у нас на складе. Палатку я... Бита? Бейсбольные биты. Вы хотите сказать, что мне придется с кем-то драться? Не очень хотелось бы. Рилли пока не очень хочется с кем-то драться. Пока возьму палатку. Что-то мне это не нравится, что нужно с кем-то драться. Так, давай, Мэгги, с тобой поговорим. В подвале церкви есть старая мебель. Ее, конечно, потребуется разломать. Но зато у нас будет топливо. Хочешь, я займусь? Офигеть. Смотрите, и тогда у нее будет как бы все... Ну, и тогда показатели ее будут уменьшаться. Новый предмет. Ножка стула, доска, дранка. Ну и что? Это хорошо. Бабуся, хватит вам тут разговаривать. Пожалуйста, создайте нам... Что вы можете создать? Я набрал мясо? Офигеть. Вермишели, антипохмелины. Ясно, ничего такого прям интересного-то и нету. Здравствуй, Джейкоб. Ты пришел мне помочь? Я бы очень хотел расширить меню нашей кухни. Но память уже у меня не та. Что прежде, поэтому я мало что смогу сделать без моей старой повареной книги и обширной практики. Вот ключ от моего дома. Он находится к востоку отсюда, на Мэйл-стрит. Ключ отпирает все комнаты. Будь добр, отыщи мою повареную книгу и принеси сюда, чтобы я смогла обновить список наших рецептов. Чем больше разных блюд я готовлю, тем больше рецептов мы сможем использовать. Ага, история Венди, новые рецепты. Венди попросил вас помочь найти книжку с рецептами. Весело. Так, мистер, можно посмотреть, что ты умеешь создавать? Радары. Ну, конечно же, у нас нихрена нету для того, чтобы все это сделать. Ну, хорошо. Джекоб, ты когда-нибудь слышал о компании BrightTech Dynamics? Два года назад я взломал их в Майнфрейм и нашел зашифрованный файл какого-то проекта, посвященного прикладной робототехнике. Красава. Сильно потом уже, после падения астероида, я подобрал ящичек вот с этим роботом BD750 у самых ворот их штаб-квартира. Я дал ему имя Аколайт. Никогда не видел ничего подобного. Мне кажется, в этой конструкции использовал неизвестный мне принцип деления сложных частиц. Так или иначе, это отличная возможность обновить прошивку Аколайта и заодно испытать его в полевых условиях. К сожалению, я успел составить только примерную программу испытаний, так что нам придется импровизировать. Давай начнем с Анара и Термобура. К северу отсюда стоит приметный фургон BrightTech, рядом с которым я закопал несколько важных деталей. Давай я не буду говорить тебе, где именно. Обищи его окрестности и попытайся найти их самостоятельно. Загляни в список создания предметов и убедись, что у тебя есть все необходимое для создания прошивки первого уровня. Да еще, если у тебя есть C4 или самодельная взрывчатка, их можно использовать, чтобы добраться до содержимого фургонов. Я перепрограммировал Аколайта так, что теперь он может использовать устройство слежения. Офигеть ты, Кристоф, сумасшедший челик ты, Риди, сумасшедший. Так, ты нам что, подруга, расскажешь что-нибудь? Она нам ничего не хочет рассказывать. Эй, Джейкоб, что ты думаешь о том, чтобы помочь мне обустроить наше жилище? Смотри, раз уж ты все равно бродишь по пустоши. Кто-то ведь должен позаботиться о том, чтобы церковь не оставалась без тепла и защиты твоим отсутствием. Верно? Вот. Вот это я и хотел рассказать вам, ребята. Турили, а что, они еще не могут, что ли, просто сами топливо мочить? Чем больше я смогу сделать, тем меньше тебе придется беспокоиться. О нас во время вылазок. Давай начнем с костра. Если мы найдем способ хранить тепло, это пойдет всем на пользу. Я считаю, что нам нужна печь. У меня есть план, и я уже представляю себе, что нам понадобится. Почему бы тебе не принести мне необходимые вещи? Доставь их сюда, и я примусь за работу. Если ты не знаешь, где их искать, начни с мусорных ящиков рядом с парком Сент-Кларенс. Но я не настаиваю. Вот скорее... Блин, тут все надо, все интересное. Так, ты, друг, что нам расскажешь? Слушай, парень, по-моему, я слышал волчевой. И, судя по всему, волк ранен. Может, я выйду наружу и выслежу его. Заработаем себе на хороший обед. Да, конечно. Шкуру, мясо, жилы, мясо, жир. Красава! Хорошо работаешь! Просто лучший. И, парень, научить тебя навыкам выживания. Говоря на чистоту, сам я уже слишком стар, чтобы искать приключения на свою голову. А ты, кажется, мне способным учеником. Как знать, может, мы даже сумеем выследить в этих горах белого медведя. Это чудовище утащило у меня припасы. Начнем с малого. Первые шаги и все такое, а? На складе лежит палатка. С ее помощью ты сможешь разбить в пустоши базовый лагерь. Возьми еще вот этот блокнот. Я записал у него несколько инструкций на будущее. И отметил удачные места для лагеря. Спасибо. Кроме того, я отнес на склад несколько указателей. Они всегда показывают сторону церкви. Так что втыкай их в снег, если заблудишься посреди метели. Эти штучки спасали мне жизнь. И не раз, и не два. Он мне, короче, будет учить, да? По карте, типа, куда что ходить и как что делать. А что у нас по усталости? Питье. В принципе, мы можем спокойно выйти на улицу, но там что-то темно как-то будет. А если я посплю, тупо деревья тогда уедут. Я не устал. Вот я про что и говорю, что ты не устал. Ну, давай тогда. О, ты хочешь поговорить со мной? Эй, Джейкоб, модулятор околайта поймал слабенький сигнал прямо у церкви. Возможно, там что-то закопано, но мне придется выйти наружу и попробовать это отыскать. Что скажешь? Давай, не вопрос. Силовой предохранитель, батарея, радио, провод. Лучший просто. Просто лучший парень. Так, а если я хочу, допустим, сохраниться, что мне нужно сделать, чтобы сохраниться в этой игре? Так, выходим в церковь, смотрим, что. Загрузка, на самом деле, мне кажется, долгая в игре. Ну что, ребята, по первым впечатлениям тренировки и немножко полазили мы по вершинам. Посмотрели, что у нас находится в церкви, познакомились с нашей командой. Немножко научились играть, я бы даже сказал, выживать. Самое интересное, скорее всего, пойдет дальше. Как и что, по крафту и по созданиям и по улучшению базы. На самом деле, очень неплохая задумка у проекта. Пока не понимаю, почему наставили кучу минусов. Наверное, потому что она где-то вылетает и все. Церковь, смотрите, мы одеваем. И чувак какой-то ходит. Давайте включим фонарь. Вот, видите, мы можем включать свет. Вот это вот кто-то, это торговец. Охеренный тип. Здравствуйте. Кочевник-коллекционер. В этом списке показаны текущие поручения кочевника. С течением времени здесь будут появляться новые задания. Важные для времени можно выполнить только одно задание. Так. Крышка от бутылки 50. Бумажные деньги. Удостоверения. Старые пластиковые музыка. Ага. Прикольно. Крышка от бутылки. Ну, давай насобираем. Что? Что такое? Кочевник. Бутылочные крыски. Проследите остатки разума. Он покинул многих выживших. То есть, мы должны будем найти просто тупо крышек. Крышки-бутылки. Ха-ха-ха. Класс. Так. Что у нас по карте там показано? Я хотел бы забрать все остатки, иначе я их забуду. То есть, мясо и еще я там что-то хотел. Тем более, сейчас ночь. Я надеюсь, я думаю, я не замерзну. Тем более, нам пожракать уже надо будет скоро что-то делать со жратвой. Но я думаю, с этим проблем никаких у нас не будет. Что у нас здесь? Так. Перемещаем предмет. И здесь вот еда. Здесь тоже перемещаем предмет. Переместить. Все. У нас сейчас все фуловое. Сейчас спокойно иду в церковь. Отношу в наш склад все это дело. И иду уже выполнять задания нашей команды. Ну и, естественно, скорее всего, это будет следующая серия, если вам игра, конечно же, понравилась. Если она вам не понравилась, то это будет у нас как бы первый и последний ролик, первый обзор. Первый взгляд и обзор этой игрушки. И, в общем-то, как-то так. На самом деле, интригующе, что будет дальше и что нужно будет собирать. Интересно, на самом деле. По крафтингу вообще все замутили. Все так не быстро и не долго происходит. Так, палатку я не буду закидывать, а мясо буду. Ну и, как говорится, все. Ребята, с вами был Лего. Не забывайте подписываться на канал. Жду от вас около тысячи лайков, и мы продолжаем играть в эту замечательную игру. Всем пока-пока.